Где не хватает работников? В каких отраслях? Нефть, газ не пристроится? Куда можно? Спрашивают. В продаже? Буквально перед этим обсуждали с Анастасией, что 25% вакансий это специалисты в продаже. Да, но там и от всех, из 10 пришедших, 9 в первый месяц. Дело в том, что продажи, она очень быстро оборачиваемая отрасль, то есть набирают много продажников, они быстро меняются. То есть если может быть один директор, один бухгалтер, то продажи, собственно, доходная часть. Но у нас еще подрастает производство тоже, вот за последний год производство тоже, несмотря на все проблемы, которые мы озвучивали, доля продаж все-таки сокращается. Ну а вообще, естественно, если мы говорим вообще о тенденциях, то, наверное, сложно так сказать, куда идти, потому что все очень индивидуально. Естественно, как мы уже говорили, самое главное, что сейчас работодатели видят, что если вот буквально несколько лет назад все-таки рынок у нас был соискательский, то есть соискатели могли выбирать работодателя, то сейчас все-таки мы идем немножко в обратную сторону. Уже работодатели диктуют свои условия, уже они выбирают сотрудников и, конечно же, сокращают издержки на персонал. Вот это, наверное, одна из самых главных тенденций года. Вот, кстати, к вопросу нашего зрителя. Предприятие должно платить премию, выдавать подарки новогодние, как там по закону. Вот подарки новогодние, всякие соцпакеты, фитнес-центры, обеды. Это вот те самые издержки на персонал, которые будут сокращаться, это раз, и которые совершенно законом никак не обусловлены. В Трудовом кодексе нет понятия соцпакета. Да, в Трудовом кодексе нет такого понятия. Но я хочу сказать, что вопросы премий, если они носят постоянный характер, то они рассматриваются как часть заработной платы. По этому поводу есть судебная практика. Поэтому, если это разовая премия, то да, от нее может работодатель где-то отказаться. Но если она перешла в системный характер, как часть заработной платы, ежемесячно предоставляя работникам, тогда вот на премию претендовать можно. Александр, инициатива порой наказуема, пишут наши зрители. Может быть, наоборот, проще отсидеться по-тихому, вдруг не заметят? Я думаю, здесь, смотря какой инициативе идет речь. Если сотрудник лезет не в свое дело и проявляет инициативу там, где его не просят, и в делах, которые выходят за рамки его полномочий, то, конечно, тогда наказуемо. А если он делает, допустим, план у него стоит 100 утюгов произвести, ну или еще что-то, а он производит 110-120, то, конечно, такого сотрудника в последнюю очередь. Да, но тут есть еще такая вещь, что если он производит 110-120, то и остальным сотрудникам могут поднять норму по утюгам до этого же уровня. И тогда этому товарищу-новатору может очень не поздоровиться. Условно в утюгах я измерил. Я понял, я тоже учусь условно. То есть, 121 утюг он может не успеть произвести в этом предприятии? Нет, действительно, руководство, дорогие друзья, если регулярно перевыполняется план, делает для себя один единственный вывод. Значит, планирование было неверным. Значит, должно быть не 100 утюгов для нормальной выработки, а 120. Но есть одна хорошая новость посреди этого негатива. Я вас хочу, друзья, обрадовать о том, что Министерство труда и социальной защиты России повысило минимальный размер оплаты труда наш на 350 рублей. С января 2014 года для справки он будет составлять 5 554 рубля. Продолжаем о плохом. Я ещё хочу одну хорошую информацию сказать. Мы давно ставили вопросы перед партией «Единой России» в разных круглых столах об увеличении выплат родственникам погибших на производстве. С 1 января 2014 года размер выплаты единовременной в случае гибели работника на производстве возрастает до 1 миллиона рублей. А сейчас сколько? Сейчас единовременная выплата для Свердловского региона, будем так говорить, составляет 80 тысяч рублей. Ничего себе. Да, крупно. Хорошо. Наши зрители спрашивают, а когда планируется обратно набирать сокращенных сотрудников? Такие данные есть у кого-то? Вот подход вопросов, формулировка отражает заинтересованность людей. Пристроиться, взять обратно. То есть люди показывают, что сами в своём развитии они не собираются предпринимать никаких шагов. Мы вот сейчас говорим, надо самим готовиться. Сегодня на рынке труда 32% на первом месте нехватки квалифицированных рабочих. Но сегодня на крупном заводе города Екатеринбурга, я был с проверкой, нехватка рабочих станочников приходят и набираются с Новоуральска, с Полевского и так далее, и так далее, вплоть до Перми, к нам приезжают работники. Наши работники не находятся в состоянии высококвалифицированного персонала. Поэтому на сегодня, что нужно делать работникам? Взять газету, зайти на сайт и посмотреть, а кто сегодня востребован на рынке труда. А кто востребован? Вот у нас уже несколько вопросов в пять. Кто востребован? На кого переучиваться? Какой малый бизнес может быть востребован? Анастасия, у вас есть какие-то, или Михаил Нахимович, есть какие-то данные? Малые бизнесы, пожалуйста. Квалифицированные рабочие, безусловно, это вот одна из самых... То есть ремесленники? Я знаю, что ремесленники, вот те, что руками делают рабочие... Да, станочники, токарь, фрезеровщик. Тот-то работает на станке. Это работа нудная, это работа на ногах, это работа, может быть, не совсем удобная, это не в офисе, это грязно, это может быть темно, сумерки, там что-то ещё некомфортно, но это высокооплачиваемая работа. На сегодня уровень оплаты труда этой категории составляет около 50 тысяч рублей в среднем. Поэтому это нормальная заработная плата. Но туда людей не найти. Я абсолютно согласна, да, вот мы тоже можем привести подобные цифры, и что действительно работодатели об этом говорят, что очень большая проблема с квалифицированными рабочими. Но здесь, я думаю, что причина известна, во-первых, непопулярность вот этой сферы, а как бы работодатели не говорили, что и зарплаты у нас достойные, но вот последние где-то, наверное, лет 10-20, ну не хотят ни молодые выпускники идти туда, ни родители не хотят, чтобы их дети шли, например, в тот же техникум или ПТУ. Хотят, чтобы у детей было... А вы даже по рекламе... Разрешите, я скажу. Вот система подготовки производственных кадров в Советском Союзе была поставлена великолепно. Это да. За последние 20 лет от неё ничего не осталось. По сути, единицы. Даже такой момент, вот как оплата труда, например, преподавателей, в школе учитель получает 30 тысяч в среднем. Преподаватель техникума, преподаватель колледжа, который имеет 20 лет, 30 лет стажа, различные звания и так далее, при полуторанной норме часов получает 21 тысячу. Это на пределе человеческих возможностей. И никакой абсолютно поддержки от средств массовой информации вот эта система подготовки производственных кадров практически не имеет. Что пожали, то и получили. Зрители наши комментируют, женщинам тоже в рабочие за станок. Это, видимо, какая-то молодая наша зрительница, потому что ничего странного в женщине за станком нет. У нас есть токаря женщины, ничего тут страшного нет. Мы были на предприятии в Камышлове, завод изоляционных материалов, изоляторов тока. Женщины стоят за токарными станками, и хороший уровень заработной платы. А Вы нам расскажите, пожалуйста, я знаю, что планируется ввести какую-то специальную оценку условий труда. По поручению президента в связи с реформой пенсионной государство решило переложить на плечи работодателей обязанности ношу за работников, занятых во вредных условиях труда и претендующих на льготную пенсию. По списку 1 и список 2. С 2013 года предполагалось, что будет работодатель больше платить в пенсионный фонд за этих людей, но условием, которое было поставлено, было предъявлено на основе специальной оценки условий труда. На сегодня это аттестация рабочих мест. С 1 января 2014 года ожидается отмена аттестации и введение специальной оценки условий труда. То есть если по результатам специальной оценки на рабочем месте работника выявлен класс условий труда 2, не вредный, либо 1, то его льготная пенсия останавливается. Если он набрал стаж 6 лет, провели специальную оценку, либо материалы аттестации подняли, а там 2 класс условий труда, то для данного работника льготный стаж останавливается. То есть вот это определенные социальные проблемы. Это в свою очередь повлечет обращение в суды к нам, в прокуратуру, в госинспекцию, еще одну встряску новогодний подарок. Девушка, которая написала про женщин за станком, это, наверное, там женщины работают за станками, где больше никакой работы нет. К слову о том, насколько упал престиж вот этих рабочих профессий, которые, по сути, в будущем году будут более востребованы. Знаете, вообще, если говорить про тенденции, наблюдается такое, что люди у нас хотят получать, то есть даже в формулировке, там нас возьмут на работу, нас уволят с работы, а не что-то делать самостоятельно для того, чтобы устроить свою жизнь. То есть как будто бы что-то в жизни может решиться без их участия. Александр, я слышала, что сейчас работодатели, вот опять же, в будущем году, вот такой тренд идет на то, что они начнут больше внимания уделять здоровью своих работников. Именно вот нашли какую-то экономическую выгодную составляющую от того, что сотрудники не болеют. Здоровлю. Ну, это экономическая, это, понятно же, составляющая производительность труда. То есть если человек не ходит на больничный, у него станок не простаивает, это амортизация оборудования, и не надо вкладывать в развитие персонала. То есть человек-то отсутствует, надо же кого-то за станок поставить, значит, его надо подготовить, это надо иметь резервный штат персонала. То есть это прямые затраты работодателя, которые он понесет в результате болезни человека. То есть вот в эту экономику многие работодатели смотрят, это мы в том числе касаемся вопроса охраны труда. Условия на рабочем месте должны провоцировать человека нормально работать. А если он сидит в подвале, ему тоскливо, или он сидит в жаре, как у нас часто обращаемость бывает, что человек в 32 градуса, какие у него мысли возникают в голове, какая у него может творческая работа быть. Либо в холоде. Он думает, куда бы сбежать, чтобы погреться. Какая мысль у человека? Скажите, у кого-то есть дочери? Да. Господа в студии, а вы бы своих дочек отдали в токаре? Ну, моих уже поздно отдавать, они уже выбрали. Ну, давайте теоретически. Внучек. Внучек пока нет. А вы бы? Я в этом ничего не вижу плохого. Токарь. Вот понимаете, у нас почему-то сразу это отношение... Токарные-то станки разные бывают. Есть с числовым программным управлением. Не разберешься в них, да. Почему женщина садится за руль автомобиля? Не стесняется садиться за руль автомобиля? Это что, женская профессия водителем работать? А есть у нас водители-таксисты. А у нас женщины любят садиться и за советские модели. И там рулем крутить-то вообще-то не так легко. Там нет гидроусилителя руля, но садятся, лишь бы ехать, не отставать от мужчин. Дорогие друзья, еще одна радостная новость. Величина пособия по безработице не изменится. Минимум будет составлять, как и прежде, 850 рублей, максимум 4900 рублей. Вот еще одна хорошая новость на фоне плохих новостей, которые сообщают нам наши гости. Кстати, мы в большей степени говорим про рабочие специальности. При этом можно отметить то, что в кризис можно, например, предпринимательством заняться. То есть много же таких примеров, когда человек... Вот расскажите ваш пример. Ну вот, например, в свое время, это был 2010 год, наша предпринимательская деятельность, наш бизнес начался как раз с того, что мы взяли субсидию в службе занятости. Про маму, да? Мама проработала 30 лет инженером-конструктором на заводе. Пока в 2008-2009 год не произошло сокращение, полностью убрали, как из штата, конструкторский отдел. И, соответственно, человек 30 лет проработал конструктором-инженером. И как будто бы почву из-под ног выбили, уволили. Полгода, конечно же, она была в таком полный диссонанс. Непонятно, что делать, куда идти, как особенно кризис на дворе. Это еще так сгущало краски. При этом начала себя искать, начала пробовать себя в разных направлениях. Сейчас занимается предпринимательством, шьет на заказ постельное белье, все хорошо, получает удовольствие от работы. То есть она рада, что ее сократили в свое время? Конечно, она очень рада, потому что, она говорит, что если бы вот этого не произошло, то она бы так и не изменила свою жизнь. Зарабатывает сравнимые с заводом деньги или меньше, больше? На порядок больше. На порядок больше. Это же сфера обслуживания. Белье нужно при любой власти. Наши зрители все-таки настаивают, хотя бы примерно, когда может ситуация выправиться и будут принимать сокращенных работников обратно. А почему бы самим не стать работодателями? Это ладно, а все же давайте попробуем. Пока мы сейчас можем говорить только о прогнозах. Вообще, я думаю, что здесь вопрос затрагивается очень остро. Естественно, если мы говорим о единичных случаях, да, то можно заняться предпринимательством, но у нас существует проблема, например, моногородов. Когда, если сократят 700 человек, то здесь, конечно же, в городе может и не быть такого количества рабочих. Знаете, вот что хочу сказать. Вот если человек ищет возможности, если он хочет найти себя, найти то направление, в котором работать, он найдет это. Да, и даже в моногороде и субинтернет сейчас. Ну, вот как и предлагает правительство, например, как один из возможных вариантов, это переезд в другой регион, в другой город, где кадры требуются. Но, опять же, пока непонятно, как этот механизм будет действовать. Очень много сложностей, потому что люди тоже хотят, чтобы их обеспечили не только работой, но и какими-то еще, допустим, денежными.